В Сухуми, согласно переписи 2015 года, проживает свыше 65 тысяч человек. Думаю, за три года это число увеличилось весьма незначительно. Хотя, по словам местных жителей, многие уезжают на постоянное место жительства в Россию и Грузию, а также в Турцию. Когда мы были в Абхазии, то постоянно смотрели местный телеканал Абаза. С экрана выступали политики, артисты и другие личности, шли программы о культуре, играла музыка. Складывалось впечатление, что мы находимся в цивилизованной стране. Но как только мы смотрели в окно или выходили на улицу, то появлялось ощущение злости и презрения. А еще чувствовали приступы депрессии, глядя на многоэтажки, в которых живут сухумчане. Еще с советских времен дома никто не ремонтировал. Даже дыры от пуль никто не спрятал. Многие балконы вот-вот упадут прохожим на головы, а половина жилого фонда вообще заброшена и покинута жителями. В Сухуми нет, наверное, ни одного дома с целым окном или ровной штукатуркой. О чем вообще можно говорить, если абхазские власти за 25 лет своей независимости так и не восстановили символ своего города – железнодорожный вокзал. С дорогами в Сухуми не так все плохо, как с домами. Старый асфальт очень хорошо сохранился, а из нового – только нечастые лапки. Что такое разметка – сухумские дороги уже давным-давно позабыли. Этим пользуются местные, передвигаясь по улицам, на машинах, как угодно, обгоняя и выезжая на встречную полосу. А вот насчет тротуаров ничего хорошего сказать нельзя. Чтобы по ним передвигаться, надо внимательно смотреть под ноги. Часть поросла травой, часть усыпана щебнем, перемешанным, сбитым стеклом. Кое-где может торчать арматура. Кстати, об автомобилях. Те, кто бывал в Абхазии, точно был впечатлен большим числом роскошных автомобилей на дорогах этой страны. Особенно это заметно в Сухуми. Вроде бы разруха и нищета, заброшки и недострои, здания с выбитыми окнами и дырами от пуль. А местные передвигаются на автомобилях немецкого и японского производства. У нас, вы знаете, сейчас, допустим, сейчас, тут 10 тысяч зарплата, да? На продукты тоже как бы баланс. Как сейчас, в Москве ты берешь, скажем, 30-40 тысяч, и продукты тоже, там, знаешь, наравне, как бы. Наши домашние все, огород имеем, все. Все, так сказать, на натуральном хозяйстве получается. Как можно прожить за 10 тысяч в месяц? Что такое 10 тысяч в месяц? Мы в магазин идем, 5 тысяч взяли с тобой. Ну, на два дня, наверное. Да, а дальше как жить? А есть, наверное, такие, которые снимают жилье? Есть, да. А приезжих, которые учатся здесь, нет? Это государство обеспечивает. Государство, да? Отлично. Это государство обеспечивает жилье, там, готы какие-то. А школ много? Да. Ну, школ много у нас. А университеты? Есть, АГУ, Абхазский государственный университет, АГУ. Да, поскольку университет есть, потом СОИ есть, Сухумский открытый институт, потом ПТУ, техникум. Есть такие, колледж есть. Ну, короче, вот в плане образования проблем нет. Нет, есть, да. Ну, места нету просто. Вот я закончил диплом дома сидит. И работать негде. И работать. Сейчас за копейки сейчас пойдет работать. Ну, здесь знакомая говорила, что уезжает. Очень многие уезжают, в Москву уезжают, в Питер уезжают, там обустраиваются. В Билиси, говорят, уезжают. Да, туда тоже еду. Нормально, проблем нет, чтобы туда поехать. Куда? Туда? Да. Туда российский медиа мне не пропустил. Ну, там загранпаспорт надо. Ну, да. Вот эта вот знакомая, она живет в Билиси. Здесь надо, да, центрально проезжают, там не пустят. Абхазскую паспорт не пустят, но российский не пустят. А здесь? Да. А правительство денег вообще не выделяет? Почему? Да. Жалко. Очень жалко. Есть в абхазской столице место, которое сухумчане просят не фотографировать, дабы не позорить Абхазию. Это место – Сухумский железнодорожный вокзал. Немного истории. Первые железнодорожные пути в Абхазии проложили в 30-х годах прошлого века. Первый участок железной дороги от Ингурия до Сухума открыли в 1940-м, а в 1942-м году состоялось открытие железнодорожной ветки от Адлера до Сухума. Здание железнодорожного вокзала в Сухуме было выстроено на 9 лет позже, в 1951 году. До грузино-абхазской войны, которую абхазы патриотично называют отечественной, через Сухум курсировало 12 пар поездов. В столицу Абхазии и из нее можно было добраться в столицы Грузии, Армении и многие российские города. Во время войны здание вокзала не было сильно разрушено, оно использовалось в качестве склада боеприпасов. После войны здание так и не восстановили, а все, что там оставалось, расхитили. Конечно, страшно смотреть на все это. Сразу начинаешь представлять, как бурлила тут вокзальная жизнь, рисовать образы курортников с детьми и слышать гул прибывающего поезда. Посмотрите на Сухумский вокзал. Это визитная карточка абхазской независимости. Хватило мозгов только забить вагонкой окна и двери и побелить известью одну сторону здания за российские деньги. Все.